И на обломках самовластия... И на обломках самовластия... Здравствуйте, дорогие наши уважаемые зрители! В эфире КПРФ-ТВ, программа 19. Сегодня у нас в гостях Николай Васильевич Коломейцев, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Добрый вечер! Тема нашей сегодняшней встречи – отчет председателя правительства Владимира Путина перед Государственной Думой, итоги отчета, мнение фракции. Николай Васильевич, не могли бы Вы рассказать о своих впечатлениях во время прослушивания этого отчета? Какие выводы? Каковы Ваши комментарии? Спасибо. Ну, комментариев было уже сделано достаточно много, но я бы так кратко сказал следующее, что это была попытка такого вылащенного входа в новое президентство с акцентом на достижение. 2000 производств. А каких? Типа линия по изготовлению таблеток или отверточная сборка чужих автомобилей, которые в условиях кризиса закрываются первыми, с коэффициентом локализации там не более 8%. Второй вопрос. Вот особенно, если посмотреть ответы на вопросы, то они подтвердили, что несмотря на пребывание 12 лет на политическом олимпе, он очень далек от конкретного реального сектора, потому что вы видели, какой конфуз был по вопросу животноводства, если президент страны или премьер не знает, что в 2,5 раза уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, и не знает о том, что у нас потребление на душу населения мяса упало почти на 100 килограммов, у меня есть конкретные цифры, официальные статистики, понимаете? Если президент страны не знает то, что... Ну, вы слышали, что ему от нескольких фракций задали вопрос по ВТО. У него конкретно спросили, скажите, пожалуйста, какие отрасли выиграют от ВТО? Вы видели, что он, в принципе, ушел от него. Почему? Потому что, с моей точки зрения, советники, которые окружают, это не его вина, это его беда. Советники, которые окружают, не знают, что в советское время поголовье крупного рогатого скота было 58 миллионов, из них дойного стада 20 миллионов. Сегодня осталось 8,9 миллионов. Это меньше, чем в годы Великой Отечественной войны. Вот в годы Великой Отечественной войны поголовье крупного рогатого скота не уменьшалось меньше 26 миллионов. Он так бахвалился о том, что вот мы начали там мясо птицы, но я хотел бы ему задать вопрос, а птица-то откуда племя и чем кормят? Потому что биодобавки все, которые завозятся и для свиноводства, и для птицеводства, и вот в Ростовской области есть Евродон, который Индюшаптину выращивает, и свиноводческие комплексы. Все ингредиенты биодобавки везут из-за границы за валюту, то есть я вам в любой момент могу перекрыть, и все у вас закончится. Более того, если посмотрите, то качество и экологическая чистота этих продуктов оставляет желать лучшего, поэтому, ну, с моей точки зрения, к сожалению, ориентация на трубу, она проглядывалась в течение всего выступления, и хвастовство необоснованное, потому что, понимаете, мне кажется, не до конца премьер-президент понял о том, что если мы поднимаем цену на газ до европейской, а доходы оставляем российскими, то это в ближайшее время приведет к еще большему обнищанию людей. А сегодня, если статистику посмотреть, то у нас официальная статистика признает, что у нас более 20% живет ниже черты бедности. Более 50% являются бедными. Понимаете? И разница, которую он называл, что якобы у нас там 16 разниц, я реально читал о том, что разница-то у нас 40, а эта разница есть коэффициент революции, это разница между доходами 10% самых бедных и самых богатых. И, к сожалению, он пытался делать экскурс там и в 2008 год, он не сказал, что на 1 августа 2008 года у нас так называемые золотовалютные резервы были 598,3 миллиарда долларов, но, как и не сказал то, что 47% из них были в долларовых активах, 41% в евровых активах, 10% в фунтах стерлинга, под 1,5%. Но на 1 августа 2008 года у нас корпоративный внешний долг России был 436 миллиардов долларов. Сегодня, на первое, он был выше золотовалютных, сегодня мы достигли рекордного корпоративного внешнего долга 565 миллиардов долларов. В то время, как золотовалютные резервы на 1 апреля составляли 513 миллиардов, потом они упали еще до 504. Понимаете, то есть мы сегодня, в принципе, дебет с кредитом не бьем, а вы видели, что одним из обоснований, что необходимо бюджету делиться, а мы, кстати, из стран 20-ки дали больше всех 12,6 триллиона рублей, это фактически больше размера расходной части федерального бюджета. Но результат мы какой получили? Результат получили худшие из стран 20-ки, да? И самое страшное, что у нас в три раза увеличилось число долларовых миллиардеров. Три раза. Было 31, стало 103. Получается, что помощь государства куда пошла? В голову офшорных компаний на обогащение тех, кто и так не страдал. Но реальный сектор не получил. Скажем, китайцы и те же американцы действовали совершенно по-другому. Если надо было вытаскивать там автомобильную промышленность, то американцы вводили процедуру банкротства, ставили государственного управляющего и вливали туда бешеные деньги. Китайцы вообще давали только реальному сектору под гарантией государства, и в результате у них падение было самым минимальным, и произошла, наоборот, даже диверсификация в сторону внутреннего потребления. Поэтому, ну, пафос его выступлений, попытка казаться уверенным, они не подкрепились вот в ответах на вопросы, и сразу было видно, что человек как бы, в общем-то, тематикой конкретной владеет слабо. Но это не случайно, почему бы, потому что с точки зрения многих экспертов, у нас одно из самых некомпетентных правительств, оно любит макро разговаривать, но не любит отвечать за микропроблемы, понимаете. И одна из главных проблем России сегодня, это отсутствие персонифицированной ответственности сверху донизу у чиновников, которые, ну, якобы за что-то отвечают, но на самом деле, если что-то случается, вы видели, чтобы кого-то хоть привлекли к ответственности. Так вертикаль власти предполагает ответственность перед начальством, а не перед народом. Нет, а вообще-то выборность власти предполагает ответственность перед народом. Но, с моей точки зрения, здесь проблема-то в чем еще? У нас ни премьер, ни президент, ни уходящий, ни избранный, не закалены ответственностью за других в реальном секторе производства. И, к сожалению, мне кажется, что вот макро-говоруны от экономики, они до настоящего времени не убедили ни премьера, ни уходящего президента, о том, что инфляция – это необеспеченность денежной массы товаров. А у нас, по данным счетной палаты, за время так называемых рефорсов, 75 тысяч предприятий прекратили существование. У нас ведь мы сегодня все от легкой, обувной до машины. Если посмотреть структуру экспорта-импорта, то у нас ведь 90% составляет все, от жвачки до летательных аппаратов. А структуру – это импорт. А экспорт в основном 5% всего – машино-технологическая продукция, а все остальное – сырье, энергетика, более половины. Потом чушки алюминиевые, никель, редкоземельные материалы. То есть у нас чисто колониальная структура экспорта. И увеличение, когда ему задали вопрос, что увеличился – вот это хорошо, цены повысились. Но какое же хорошо, если мы за 12 лет сверхпозитивных цен на энергоносители фактически отдали их дяде Семову. Почему? Потому что Кудрин, преснопамятный, просто под давлением американцев принял закон о так называемом Стамфоде и происходила стерилизация нефтегазовых доходов как раз в иностранные ценные бумаги. Нам рассказывали, как это хорошо. В то время, когда наша переработка продолжала и промышленность загибаться, у нас ведь, по большому счету, у нас сегодня станкостроение упало и осталось всего 10%. Понимаете? У нас машиностроение, сельхозмашиностроение осталось 10%, как занятых, так и от объема производства. Даже, скажем, те же тракторы уменьшилось в 12 раз, комбайны в 10 раз. У нас посевные площади, сегодня 36 миллионов гектаров заброшены. В то время, когда мы на 39 миллиардов долларов только в прошлом году завезли продуктов питания, а свое сельское хозяйство у нас наименее поддержано и влачит. Вот он хвастался, вот у нас в сельском хозяйстве. Он просто, вероятно, не знает, и советники ему не сказали, что у нас в 90-м году мы произвели 117 миллионов тонн зерна. Это 0,85-850 килограммов на человека. Вот Америка, скажем, производит 1,4, Канада 1,7, Франция 1,1, Белоруссия 0,9, а Россия всего 0,65. И то сегодня ведь... А считается, что чтобы государство нормально могло кормить своих людей, надо не менее одной тонны. Жан-Жак Руссо, как бы кто к нему не относился, он раньше сказал следующее, что владеете вы хоть всем золотом мира, но если у вас на каждого человека нет подчерстной корки черного хлеба хотя бы раз в день, то ваше все золото мира может в один прекрасный момент перейти к вашим соседям, у которых оно есть. Потому что торговля создает богатство, а хлеб создает независимость. Совершенно верно. Николай Васильевич, вот вы упомянули о том, что у нас чрезвычайно сильно расслоение между богатыми и бедными. Вот в связи с этим как раз один из наших зрителей, Валентин Куликов, спрашивает, а не начнется ли в ближайшее время в связи с этим каких-то активных радикальных выступлений, чуть ли не революции? Вы знаете, к сожалению, нищие граждане в крайне редких случаях делают революцию. А власть, наверное, умышленно делает вот это расслоение, но ведь как раз о чем говорит? Как правило, наиболее активным революционным слоем является так называемый средний класс. Он же является одним из главных стабилизаторов общества. Вот у нас его прослойка самая маленькая, понимаете? Да, митинговые вопросы могут быть. Почему? Потому что обещание на 5 триллионов и сдерживание искусственных тарифов сегодня чем оборачивается? Газпром желает на 30% повысить цены на газ. А что такое цена на газ? Это завтра электроэнергия, послезавтра горячая вода, послепослезавтра цена на электроэнергию. А все это в структуре себестоимости и без того в высоких тарифах на ЖКХ. Просто, мне кажется, наша псевдоэлита, особенно от экономики, она не совсем соизмеряет доходы реальные, потому что Путин много бравировал по поводу повышения реальных доходов. Но средняя топобольница, она не определяет истинное состояние всех слоев общества. Поэтому, с нашей точки зрения, да, эти волнения возможны, но революционными они могут стать только при организации и пробуждении молодежи, которую канализируют наркоманизацию, алкоголизацию. Вы видите, что власть очень жестко охраняет молодежную среду. В этом проблема. А молодежь, я скажу вам, что на примере собственного общения, я много провожу встреч, молодежь, в принципе, начинает осознавать, что какие бы деньги не заплатил за образование, как бы ты хорошо ни получился, какие бы красные дипломы ни получал, тебя никто не ждет. Если у папы с мамой кошелек есть, который надо охранять, значит, ты будешь пристроен. А если у папы с мамой нет, то при всех молитвах о модернизации, нанотехнологиях, востребованности государственной политики нет. Если государство его вывозит, свои деньги не вкладывает, никакой частный бизнес не будет вкладывать. И вы обратите внимание, у нас только за первый квартал отток капитала составил 35 миллиардов долларов. За прошлый год, по уточненным данным Центробанка, 80. Пол бюджета фактически страны ушло, понимаете. И ответа-то нет. Почему? Потому что у нас построена офшорная система экономики. То есть у нас правительство не знает, кто даже владелец головы вот этих вертикально интегрированных рентных компаний. Понимаете? В результате идет сверхобогащение одних за счет России и дальнейшее обнищание, и демонтаж остатков производства и квалификации на территории России. Потому что среди проблем, которые Путин не обозначил, он там хвастался по поводу улучшения якобы системы образования, на самом деле у нас идет деградация системы образования, и особенно профессионального образования. У нас идет потеря ключевых для модернизации профессий, таких как инженерная специальность, у нас инженер матерное слово, инженер-конструктор еще более матерное слово. У нас же погублены почти все прикладные институты. А как вы будете, самая современная идея без прикладной науки невозможно модернизировать. Рассказы о Сколково и нефинансирование 30 имеющихся у нас наукоградов, это говорит о полном непонимании, или вот как там в вопросе в одном я читал, вредительстве в отношении своего будущего. Поэтому волнения возможны, но они возможны только при большей мобилизации организованных и понимающих, что происходит в людей. К счастью, вот я увидел тенденцию, что в молодежной среде эта тенденция началась, хотя идет колоссальное противодействие со стороны власти. Спасибо, Николай Васильевич. Уважаемые зрители, мы уходим на небольшой перерыв и вернемся в эфир через моменты. А вы уже знаете, что президентом России стал Геннадий Зюганов? Серьезно? А я и не сомневался. Значит, наш голос не украли. И слава богу. Теперь мы сможем нормально работать. Ой, я за него и голосовала. Что изменилось после 4 марта? Мы живем в новой стране. Которая заботится обо мне. Все в наших руках. Я сделала правильный выбор. Я голосовал за Зюганова. За Геннадия Андреевича. Будущее. Выбираем мы. Каждый месяц получаю более тысячи писем. Автор пишет, что наша партия предлагает национализацию. Что мы готовы все отобрать. Национализировать это не отобрать, а вернуть отобранной народу. И мы это сделаем. Речь о сырьевых отраслях, о железных дорогах, об энергетике. Национализировать все подряд нет никакой нужды. Природные ресурсы станут работать на всех и каждого. Тарифы будут разумными. Если прихвативший народную собственность вложится в развитие производства, мы даже готовы дать компенсацию. Беда в том, что российские олигархи не вкладывают, а выкачивают. И этот разбой мы обязательно прекратим. Четвертого марта Они выстроили пирамиду коррупции. Эта система пожирает страну. Ты можешь уничтожить зло. Твой голос сильнее пулей. Самовластья напишут наши имена. Напишут наши имена. Четвертого марта выбираем Зюганова. Пока свободою горим. Пока свободою горим. Пока сердца для чести живы. Мой друг. Мой друг. Отчизне посвятим. Души прекрасные порывы. Товарищ, верь. Взойдет она. Взойдет она. Звезда пленительного счастья. Россия вспрянет это сна. И на обломках самовластья. И на обломках самовластья напишут наши имена. Напишут наши имена. Уважаемые зрители, мы снова в студии. Николай Васильевич, вы упомянули о целом ряде серьезнейших проблем, которые имеются у нас в экономике, в политике, в социальной сфере. Многие наши зрители в связи с этим спрашивают, как партия будет менять свою тактику борьбы, для того, чтобы более эффективно противостоять всем тем вещам, о которых мы только что говорили. В частности, об этом спрашивают наши зрители Илья Короб и Сергей Любимов. Первое. У нас есть много стинаний о том, что надо объединяться всем левым. Я вас спрашиваю, где вы видите еще левых? После выбора президента, мне кажется, опять все маски сняты. И видно, что кроме КПРФ никого нет. Второе. Здесь много рассказов о том, что якобы КПРФ чисто парламентская партия. Я хотел бы с этим не согласиться и сказать вам, что КПРФ сегодня в чисто политологическом плане единственная политическая партия Российской Федерации, которая существует не благодаря, а вопреки. Против которой нарушение политической логики строительства гражданского общества воюют все институты общества. Они не воюют против ЛДПР, справедливой. А если вы посмотрите, то все идеологическое, организационное, силовое воздействие идет на КПРФ. Но тем не менее, если вы посмотрите, то за последнее время КПРФ приняло 30 тысяч молодых людей. Политические процессы, к сожалению, не происходят быстро. И парламентская деятельность нам нужна как определенная трибуна для публичного высказывания своих взглядов и оттачивания публичной деятельности лидеров. Поэтому мы действительно участвуем во всех выборах, и у нас есть фракции фактически во всех субъектах Российской Федерации и во многих субъектах местного самоуправления. Но проблема-то в том, что сегодня как в обществе в целом, так и у партии есть некий разрыв связи поколений. Поэтому сегодня мы очень интенсивно строим по принципу рядом с каждым седым два молодых идет подготовка и обновление следующего молодого ядра партии, который, мы уверены, сделает ревок. Потому что если вы посмотрите, то кроме нас не проводят никто системных протестных акций. Если вы посмотрите, то на последних президентских выборах на подавляющие части избирательных участков, кроме представителей КПРФ, никакая другая партия ничего не контролировала. Более того, полиция в нарушении федерального закона вообще сильнейшим образом противодействует исполнению закона. Несмотря на колоссальные затраченные средства на установку камер, они ведь были выключены в самый ответственный момент, 20 часов, когда как раз начинался подсчет неиспользованных бюллетеней, списков, бюллетеней. Это ведь было тоже сделано специально. У нас ведь на выборах президента, мне кажется, вообще произошли чрезвычайные события. Почему? Потому что вы обратили внимание, сколько было открепительных удостоверений. 6,3 миллиона проголосовали вне помещений, 3,5 миллиона проголосовали по открепительных, а я утверждаю, что открепительные голосовали от 3 до 6 раз. То есть, ну, шло просто рисование. Поэтому все эти процессы нам уже много раз предрекали, что у нас завтра не будет, но мы методично ведем работу по обновлению и переподготовке кадров. Я уверен, что в ближайшие годы, а в России, к сожалению, не так много времени, я думаю, что в ближайшие два года, должны наступить кардинальные изменения в общественном сознании и в изменении лидерских позиций партии. И вы увидите, что КПРФ предстанет в новом свете и более энергичное, омоложенное как лицом, так и действием. Николай Васильевич, вы упомянули о проблемах молодежи и, в частности, о том, что государство сейчас не вкладывает, допустим, средства в Наукограды, а, как известно, в Наукоградах у КПРФ был очень высокий результат на прошедших. Как и в МГУ. Да, совершенно верно. В связи с этим один из наших зрителей, Андрей Ткаченко, как раз спрашивает, можно ли что-то сделать по такой серьезной проблеме, наболевшей, как возвращение на родину, в Россию, молодых ученых, специалистов, которые были вынуждены покинуть страну, просто в силу того, что здесь они не востребованы? К сожалению, понимаете, одним из главных инструментов реализации речей, произнесенных официальными лицами, есть бюджетная политика. Поэтому вот здесь я не сказал во вступлении, но чрезвычайно не коррелируется такая, опять обещательная речь Путина с бюджетными проектировками на предстоящие трехлетия. Поэтому можно, но для этого надо было избирать КПРФ нашего представителя. Для этого надо, вот завтра мы вносим впервые в постсоветское время вариант своего закона о национализации, потому что без национализации в природных ресурсах у нас сегодня А и Б сели на трубу и фактически обогащаются сами со своими товарищами и становятся суперолигархами за суперкороткое время. А мы считаем, что природная рента, которая досталась нам от предков и небес, должна служить всему обществу. Вот она и должна стать базой по возвращению. А наука, и прежде всего, скажем, наука прикладная, и наука квалифицированная, она должна стать базой роста, как это происходит в Китае. Если вы посмотрите, то на ежегодном заседании Академии наук Китая президент и премьер выступают с отчетом, говорят спасибо, ставят задачи. И китайская наука, в принципе, является сегодня локомотивом и тех процессов, которые происходят. У нас же сегодня наука, в принципе, брошена на остаточный принцип, и все заявления Путина, они, в принципе, не подкреплены бюджетными проектировками. Поэтому возвращаться в страну надо, но для этого надо А, всем молодым людям, которые хотят жить в России, а не думать, что где-то можно разбогатеть. Мы нигде не нужны. Любой человек, уехавший со своей исторической родины, всегда будет бурьяном на другой стороне, человеком второго сорта. Поэтому, особенно молодежи, той, которая собирается жить у нас в стране, необходимо понять, что только организованные люди выкрестали же свои общие цели, выработавшие инструменты достижения этих целей, коллективно в состоянии достигать их. Это неоднократно подтверждало, в том числе, история России. Я вам напомню, что 13 смут доводили государственность России почти до нуля. Но, прежде всего, энтузиазм среднего класса и молодого поколения всегда позволял нам, как птица Фениксу, возродиться. Я уверен, что сегодня будет так, несмотря на все происки. И во главе с КПРФ. Николай Васильевич, вот Вы затронули вопрос национализации. В связи с этим хотелось бы озвучить один из вопросов, который как раз тоже касается форм собственности. Задает его наш зритель Александр Фисенко. Он интересуется, какова перспектива развития народных предприятий в нашей стране? Ну, Вы понимаете, если с точки зрения существующего законодательства, то она чрезвычайно слаба. Почему? Потому что сегодняшнее наше и гражданское, и налоговое законодательство, и таможенное законодательство, оно в принципе сориентировано на олигархический тип экономики. Причем, еще раз подчеркиваю, офшорный тип экономики, когда преференции имеют крупные с претензиями на транснациональную перспективу компании. И они диктуют, каким быть налоговому, каким таможенному, каким гражданскому законодательству. А для того, чтобы народные предприятия, для этого надо вообще сделать равенство всех форм собственности. Обратите внимание, если Вы посмотрите, то по нынешнему законодательству у нас самым ущемленным является государственная собственность. Вот в гупы, ограниченность в возможностях, маневра во всех остальных делах. Кроме того, чрезвычайными тормозами России является очень часто меняющееся налоговое законодательство и отсутствие в принципе объективной судебной системы. Потому что, к сожалению, коррупция сегодня, а Вам об этом и премьер в отчете сказал, что на 178 месте по условиям бизнеса. Ну это же характеристика, 20 лет строим условия для бизнеса, да? А все же очень просто. Надо просто сделать выборность судей, да? Надо просто ввести ответственность, не ту, которую Дмитрий Анатольевич предложил, сто раз штраф увеличить, от этого увеличилась только коррупция, а просто ввести конфискацию имущества, ввести за коррупцию серьезные меры ответственности. Тогда это все будет работать. Спасибо, Николай Васильевич. Вот один из тоже аспектов, который достаточно активно спрашивают наши зрители. Какова вообще хотя бы теоретическая вероятность того, что можно будет вынести на рассмотрение Думы вопрос об импичменте? Ну вы понимаете вопрос какой? С моей точки зрения, в нынешней конструкции Думы и в нынешней конституции импичмент в принципе произвести невозможно. Вот я был одним из активных участников попытки импичмента Ельцина. Нам не хватило там всего 17 голосов по одному из вопросов. Понимаете? Но проблема ведь в следующем заключается. Здесь все зависит от зрелости и организованности общества. Если под Думой будет стоять 200-300 тысяч, то импичмент любому возможен. Организованных трезвых людей. То все упирается в организацию общества и понимание большинством своих коренных интересов. Если осознали свои коренные интересы, готовы их отстаивать, тогда все возможно. И я скажу вам, что события, которые хоть и были отчасти искусственными, и на Болотной, и на Сахарова. Мы знаем, что они были в том числе и стимулированы определенными силами. Но они показывают, что возможно, скажем, сбор больших масс. А Россия это страна какая? У нас медленно запрягают, но быстро едут. Поэтому все возможно в случае более массового вступления в КПРФ и организованного, подготовленного выступления. Уважаемые зрители, мы уходим на небольшой перерыв и вернемся в эфир через мероприятие. Соотечественник, вспомни, ты часть удивительного, талантливого и храброго народа, создавшего небывалое государство меж трех океанов. Такому народу нужна власть, отвечающая величию его судьбы. Без этого мы изнываем и чахнем. Мы упадаем из мировой истории и ждать больше нельзя. У нас еще есть уникальные природные богатства, остатки индустриальной мощи, наследие великих научных школ. Мы еще хотим строить красивые университеты и космические корабли. Крепя народное братство, мы сможем достичь новых высот. Русские дагестанец, якуты-татарины, все народы страны будут жить единой семьей, свободной Россией, радостный детский смех наполнит наши дома. А жизнь обретет смысл. Так может быть. Так будет. Просто каждый должен выполнить свой долг 4 марта. Россия. Великая страна. А давайте вернемся немного назад в прошлое. 2002 год. Партия «Единая Россия» заявляет на всю страну о своем манифесте, который гласит... В 2004 году каждый житель России будет платить за теплоэлектричество в два раза меньше, чем сейчас. Сколько за коммунальные услуги платишь ты? Каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России. Ты получаешь деньги хотя бы за что-нибудь? У каждого будет работа по профессии. А кем сейчас работаешь ты? Каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье. Хорошее обещание. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной Меккой России. Вы этим летом отдыхали в Чечне? Россия будет лидером мировой политики и экономики. Вас попросту дурачат. С ними этого не будет никогда. Верю. Только КПРФ. Большинство обязаны сплачиваться и побеждать. Уважаемые зрители, мы снова в студии. К нам продолжают поступать вопросы в прямом эфире. Николай Васильевич, вот один из тех зрителей, на чьей вопрос вы только что отвечали, как раз интересуется, почему мы не упомянули рабочий класс в нашем обсуждении. Спасибо. У нас, видно, человек, который задает про рабочий класс, он, видно, немножко любит пофилософствовать, не зная, что в философском определении марксистском рабочего класса сегодня просто нет. Я еще раз подчеркну, у нас в перерабатывающих отраслях численно занятых, ну, скажем, сельхозмаршавстроение, работало 220 тысяч, сегодня осталось 19. Станкостроение, работало примерно столько же, сегодня работает 20. Но все они кто? Они все работники наемные, на подавляющем большинстве предприятий отсутствуют как класс профсоюз, который бы очищал. А рабочим классом может быть только организованный рабочий, понимаете? Пролетарий, который за станком и который привязан к куску хлеба, вот там есть дальше вопрос о том, что два брата живут в Иркутске и приехать не могут. Так власть-то специально и дезинтегрирует страну. Если у нас билет в Израиль, Тель-Авив, Лондон дешевле, чем налогичное расстояние по России, это ведь искусственно сделано, понимаете? Поэтому вот и надо понимать и братьям, которых разъединили, что в советское время можно было на минимальную заработную плату 75 рублей съездить на Дальний Восток и назад, понимаете? Можно было студенту во время каникул съездить в гости к своим родителям, потому что были соответствующие льготы. А это тоже элемент политики, потому что разделяю власть, это ведь... Ну, ведь речь идет фактически о том же самом деле. Поэтому рабочий класс, к сожалению, сегодня у нас, у нас ведь что произошло? У нас крупное промышленное предприятие, где и был рабочий класс, их перемолотили в крупные базары. А отношение людей, связанных с изготовлением сложной машины, оно пролетаризирует сознание. А отношение таких же масс, созданных на рынке, оно там мелкобуржуазная стихия, там человек-человек-волки, каждый друг с другом конкурирует, кому бы продать. Другое классство сознания. Поэтому, с моей точки зрения, это было классически, по-научному произведено, депролетаризация сознания, понимаете? Да, этим надо заниматься, и КПРФ, кстати, как раз этим занимается, если вы смотрите нашу прессу, смотрите наш интернет, мы об этом, в принципе, говорим. Но это процесс не одного дня, потому что, к сожалению, занятие политической философией, изучением классиков, их осовремением, это сложное занятие. И когда у человека нет куска хлеба, то он редко к этому подходит. Ну, как правило, он зависим еще на всех отношениях. Николай Васильевич, вот еще один вопрос, поступивший к нам за время нашего эфира. Значит, Миссюк Наталья интересуется, какова ситуация с долевым строительством в стране в целом, и вот Ростове-на-Дону в частности, и какие меры предпринимаются по сокращению банкротства дольщиков? Спасибо. Ну, Наталья, она лучше других знает, какая ситуация. Она один из тех, кто в течение длительного времени, кстати говоря, билась за то, что ее деньги, вложенные в строительство дома, строительством которого руководил УКС областного ГУВД. Вот у нас есть два дома таких, где кинули просто застройщиков. И я поздравляю Наталью, что она совсем недавно по суду, наконец, выиграла свою квартиру. Хотя у нас в стране более 160 тысяч только тех, кто зафиксировался, дольщиков. И с нашей точки зрения, вы слышали, что и премьер, избранный президент, хотя мы не признаем легитимность этих выборов, да? А они, в принципе, говорят, что это не наш вопрос. Почему? Потому что у нас ведь государство сняло с себя ответственность за многие аспекты жизни, да? А мы считаем, что вообще-то законодательно, по гражданскому кодексу, если вы разрешили зарегистрироваться компанией, дали ей лицензию на строительство, дали ей участок, то государство должно быть соответственным за это. И мы предлагаем вообще-то из федерального бюджета эти вещи все компенсировать с привлечением к ответственности тех, кто украл и вывез. А у нас же зачастую там кумовские схемы, где завязаны в том числе правоохранительные органы. Это один из бичей, это и всевозможные пирамиды, типа потребительских кооперативов. Там ведь тоже колоссальное количество людей обманывают, несмотря на то, что Леня Голубков уже давно отсутствует. Но я вам скажу, что люди у нас вот до того введены в блуд телевидением, которые говорят, угадай букву, угадай мелодию, что, ну просто, что ни делая, несут свои деньги, отдают мошенникам и потом хотят, чтобы... Да, верчиво еще. Значит, вот у нас только что был звонок, к сожалению, он сорвался. Ну, не знаю, может быть, поступит еще. В любом случае, время наше постепенно подходит к концу. И, Николай Васильевич, может быть, тогда в завершение буквально два слова по работе профильного комитета, да, по труду, социальной политике и проблемам ветеранов. Какова там сейчас ситуация? Удается ли хоть в какой-то степени отстаивать интересы? Нет, я хочу вам сказать следующее, что, вероятно, предвыборная вся вот эта страда, у нас прошло две крупные избирательные кампании, и понимание власти, что у нас в стране 140 миллионов, 40 миллионов, 500 тысяч уже пенсионеров, она приводила к тому, что власть, заигрывая с этим слоем, и я утверждаю, что большая часть старшего поколения совсем не голосовала за КПРФ. Это люди, которые голосовали за власть и принуждались, кстати, пенсионными и социальными службами голосовать за власть. Только за прошлый год были трижды увеличены пенсии, поэтому здесь сильно отвоевать не приходится. Хотя, я хочу вам сказать, что сегодня у нас колоссальные перекосы в пенсионной системе, потому что, ну вы видите, что страховая пенсионная система, как мы и говорили, она провалилась. Фактически у нас в течение длительного времени пенсионный фонд есть, и сегодня уже 50% бюджета пенсионного фонда фактически финансируется за счет средств федерального бюджета. Это не что иное, как и есть государственное пенсионное обеспечение. Поэтому в этих вопросах, в вопросах трудовых отношений, к сожалению, у нас всего 3 человека из 22. И здесь людям надо понимать, что Дума – это трибуна. Да, 92 человека из 450 вряд ли сможет изменить глобально ситуацию. Хотя я вам могу сказать, что вот эта Дума отличается от прошлого. Вот, скажем, мы совсем недавно по постановлению ПВТО мы набрали 216 голосов. То есть нам не хватило для принятия простого решения всего 10. И я уверен, что если бы была подпорка снизу организованных людей, то нынешний состав Думы в состоянии уже будет колебаться и принимать решения в пользу обществу. Хорошо, спасибо, Николай Васильевич. Давайте все-таки попробуем ответить. Давай, Мусаша, Махачкала, да-да-да, вижу. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Я ничего не слышу. Ну, вы слышите? Видимо, к сожалению, какие-то проблемы со связью. К сожалению, очень плохо слышно. Попробуйте. Мусаша, повтори еще раз вопрос. Плохо слышим. Повтори более четко. Почему не дали голосов кому? А, по поводу, видимо, инициативы Виктора Илюхина насчет отставки президента. Ну, дело в том, что сейчас до сих пор работает комиссия по поводу смерти Виктора Ивановича Илюхина. И вы могли на нашем сайте читать и запросы, и фильм о Викторе Илюхине, как раз характеризующий его характеристику и Путина, и суть его обращения в ФСБ. По нашим данным, сегодня это рассматривается. Хорошо, спасибо, Николай Васильевич. Уважаемые зрители, наше время подходит к концу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Коломейцев Николай Васильевич, член президиума Центрального комитета, заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Спасибо вам за ваши вопросы. Николай Васильевич, спасибо вам за ваши ответы. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok